Михаил Зощенко «Серега, ты ли это друг Сидней?» Кондуктор скомфудился, попрал бы всякой видимой нужной катушкой и бледниками и сказал «Сейчас, дядя, бледных то дам только!» «Ладно, можно!» Радостно сказал дядя «Я вас жду!» Тимофей Васильевич стал обидеть пассажиром «Это он мне родной родственник, Серега Власов, брата Петра, сын! Я его семь лет не видел, сукиного сына! А я тебя, Серега, друг Сидней, двойня ищу, по городу роюсь, а ты вон где кондуктором А я и по адресу ходила, даже на чинную улицу Нету, говорят, мол, вырвал с Англиса «Куда?» «Отвечал, вы болтите, говорю мне!» «Я его родной родственник!» «Не знаю, — говорят, — а ты вон где кондуктором, что ли?» «Кондуктором!» — тихо ответил племянник Пассажиры занесли упыльством осматривать родственника Дядя счастлива смеялся и с любовью смотрел на племянника А племянник и она конфутился, и чувствуя себя при исполнении служебных обязанностей Не знав, что ему говорить и как вести себя с дядей «Так, — сказал Тимофей Максимович, — кондуктором, значит, но трамвай веленее» «Кондуктором!» «Скажи, какой случай!» «А я, Серега Духсидный, сажусь в трамвай, лежу, что такое?» «А близость у кондуктора будто чересчур знакомая» «А это ты!» «Ах, твои семь-восемь, ну я же рад, ну я же доволен» Кондуктор именно как-то обтался на месте и вдруг сказал «Плати, дядя, надо билет брать, далеко ли вам?» Дядя счастливо смеялся и хлопнул по кондукторской струнке «Заплатил бы!» «Ей, Бог, заплатил!» «Сядь я на другой номер!» «Иль, может быть, вагон пропусти!» «И баста! Заплатил!» «Благо ли бы мои денюжки!» «Ах, твои семь-восемь!» «А я иду, Серегу, друг Ситный!» «Долгзал!» «Две станции!» «Он вела, сказал кондуктор, глядя в сторону» «Нет, ты это что?» «Удивился Тимофей Васильевич» «Ты это чего? Ты вправду?» «Плати, дядя, надо!» «Тихо сказал племянник» «Две станции, потому как нельзя дарма без билетов ехать» Тимофей Васильевич обижно жал губы и сурово посмотрел на племянника «Нет, ты это что?» «С родного дядю?» «Дядю крабишь?» «Кондуктор тоскливо посмотрел в сторону» «Мародерствуешь!» «Я тебя с сутки одного сына семь лет не видел!» «А ты это чего?» «Деньги требуешь за проезд?» «С родного дядю?» «Ты не махай меня руками!» «Хоть это мне и однородцевник, но я от твоих рук не отпускался!» «Не махай!» «Не делай мне этого перед пассажирами!» Тимофей Васильевич померстил гримянник в руке и сунул его в карман «Что же это, братцы, такое?» «Обратился Тимофей Васильевич в публике» «С родного дядю требует!» «Две станции, говорит!» «Платить надо!» «Чуть не платит кондуктор!» «Вы, товарищ дядя, не сердитесь, потому как не мой здесь трамвай, а государственный трамвай народный!» «Народный!» «Меня это и не касается!» «Мог бы ты, сукин сын, родного дядю уважить!» «Мол, спрячьте между тобой грименник, езжайте на здоровье!» «И не развалится того трамвай!» «И в поезде давеча ехал!» «Неродной кондуктор!» «Ай, тот говорит!» «Пожалуйста, говорит Тимофей Васильевич!» «Что за счёты?» «Так, садитесь!» «Виновец!» «Неродной!» «Только землян знакомый!» «А ты это чего?» «С родного дядю не будет тебе денег!» Кондуктор вытерл об руководом и вдруг позвонил. «Сойдите, товарищ дядя!» Официально сказал племянник. Видя, что дело принимает серьёзный оборот, Тимофей Васильевич сприснул руками, снова вынул грименник, потом опять спрятал. «Нет, не могу!» «Не могу тебя, сопляку, заплатить!» «Лучше опущайся, и сойду!» Тимофей Васильевич сождественно возмущённо встал и направился к выходу. Потом обернулся. «Дядю! Родного дядю гонишь!» Сказал Тимофей Васильевич. «Да я тебя, сопляка!» «Я тебя, сукина сына!» «Я тебя стрелять за дорогу!» «У меня много концов!» Тимофей Васильевич уничтожающий посмотрел на племянника и сошёл с трамвая.